Лекция по образовательной программе для физических методов поиска и разведки месторождений поисковаемых по дисциплине «Теория физических полей, применяемых в геофизике». Название лекции – «Электромагнитное поле переменного тока». Электрические магнитные поля переменного тока нельзя изучать независимо друг от друга, как это возможно, например, для постоянных электрического и магнитного полей в вакууме. В случае переменного тока эти поля тесно объединены в единое электромагнитное поле, и следовательно теории их становится общей. Основой теории переменных электромагнитных полей является положение Максвелла, которое записывается в виде двух уравнений, связывающих между собой электрическое магнитное поле переменного тока. К этим уравнениям добавляются некоторые соотношения, уже рассматриванные теорией поля постоянного тока, в результате чего образуется система уравнений, которая в случае бесконечно медленного переменного процесса переходит в систему уравнений стационарно-электромагнитного поля. На их основе разработаны телеграфные уравнения, уравнения для гармонических электромагнитных полей. В этой работе детально рассмотрены вопросы распространения электромагнитного поля в геологических средах, определяющихся их волновым числом, энергией электромагнитными характеристиками среды и частотой поля. Решение задачи Тихону Каньяри и ситиоремы Липской Ваньян объясняет и расширяет познание в области распространения электромагнитного поля в однородных и неоднородных геологических средах. Электромагнитное поле переменного тока. Переменно-электромагнитное поле является одним из видов материи. Она имеет энергию, массу, количество движения, может превращаться в другие виды материи, характеризуется она свойством отделяться от контура с переменным током и существовать самостоятельно, распространяясь в окружающем пространстве в виде электромагнитной волны. Скорость распространения такой волны в вакууме равна скорости света. Обратите внимание, что именно в вакууме равна скорости света. В горных породах она становится меньше. Было установлено, что электромагнитная волна со своим поведением не отличается от световой, что привело к выводу об одинаковой природе волн и созданию электромагнитной теории света. Теория электромагнитной теории света, она двойная. То есть здесь корпускулярное излучение идет и электромагнитное излучение. То есть корпускулярное излучение – это протоны и альфа-частицы, и нейтрины – это настолько редкие частицы, которые существуют в природе. Таким образом, учение о свете стало частью учения о электромагнитном поле. А давно известные, установленные опытным путем законы оптика, получили четкое теоретическое обоснование. Теоретическое обоснование. Теоретическое обоснование. Токи смещения проводимости. Понятие тока смещения впервые введено в Максвеллу. Для ознакомления с ним рассмотрим элемент электрической цепи, который состоит из проводника конденсатора, здесь на рисунке. Рассматривая ток, как упорядоченное движение электрических зарядов, логично считать, что на обложке конденсатора он должен прорываться, поскольку между ними движения зарядов отсутствуют. При этом должен нарушаться первый закон Киргофа, который утверждает непрорывность тока. В то же время измеритель тока, включенный в этот контур, покажет наличие электрического тока. Возникают определенные противоречия. Вот здесь проводник с током есть. Справа слева показаны магнитные поля, которые циркулируют вокруг проводника с током. И посередине обложки конденсатора, которые темно, закрашены. И тоже магнитные поля. Для устранения отмеченного противоречия, Максвелло вводит понятие токосмещения, под которым понимается изменение во времени электрического поля между оплатками конденсатора. По Максвелло ток на обложку конденсатора не прорывается, а проходит дальше. Но течет не в виде порядочного движения заряда, а в виде токосмещения. Таким образом, Максвелло предложил ввести понятие полного тока, который имеет две составляющие токопроводимости, это упорядочное движение заряда и токосмещение, изменение во времени электрического поля. Попробуем, попробуем. Попробуем, извините. Попробуем получить выражение для токосмещения. Для этого учтем, что токопроводник КАХ равен изменению заряда на оплатках конденсатора за единицу времени и равно ДКУ по ДТ, воспользовавшись положением электростатики, согласно которому дивергенция вектора магнитной индукции равна 4ПРО, это 4ПРО, где РО объемная плотность заряда, а также теорему Гаусса-Строградского. Заряд КУ выразим следующим образом. То есть КУ будет равна единственная 4ПРО, интеграл по объему дивергенции Д по ДВ. Или мы можем расписать, используя Гаусс-Строградского сухи ареума, единственная 4ПРО, интеграл по замкнутой поверхности Д, вот Д индукции ДС, или равна единственная 4ПРО, Д умноженная на С. Д электрическая индукция, в связи с тем, что вектор Д на обложке конденсатора практически в эпидемиулярной поверхности, тогда индекс Н опущен. С площадь обложки конденсатора, тогда из первого соотношения, которое равно И равно ДКУ по ДТ, будет равно, что И будет равно С по ДТ от следующего выражения Д деленное на 4ПРО. 4ПР это постоянное, постоянное, постоянное. Переход от заряда к индукции Д имеет глубокий физический смысл, поскольку им связывается ток в проводниках с изменением его времени физического поля между оплаткой конденсатора. Уравнение второе рассматривается как первый закон Киркова относительно конденсатора. В левой части стоит ток, который протекает по проводу к обложке и назван в Максвелловской теории током проводимости. А ток смещения, ток смещения, это вектор Д называют вектором электрического смещения. Производная его по времени ДД по ДТ, это плотность тока смещения и смещения. Все величины представлены в системе СГС. В системе СИ коэффициент национализации это единица на 4ПР. При электрической индукции отсутствует этот коэффициент. И поэтому плотность тока смещения определяется просто как производная электрическая индукция по времени. Токи проводимости с одной стороны и токи смещения в вакууме с другой, несмотря на сходство названий, являются по сути совершенно различным физическим понятием. Общим их свойством является то, что они одинаковым образом возбуждают электромагнитное поле. Однако во всех других отношениях эти токи различаются. Наиболее существенное отличие заключается в том, что ток проводимости это движение электрических зарядов. Тогда как чистый ток смещения, ток смещения в вакууме, отвечает лишь изменение напряженности электромагнитного поля во времени, и никаким движением электрических зарядов или других частиц вещества не сопровождается. Токи смещения, в отличие от тока проводимости, не сопровождаются процессом выделения джоулевого тепла в вакууме, в диэлектрике, электрическая понизация из которых зависит от температуры. Для других типов диэлектриков токи смещения сопровождаются тепловыми эффектами. Однако выделение тепла здесь подчиняется другим закономерностям, чем при выделении джоулевого тепла. Первый закон Киргофа. Рассмотрим его, этот закон дифференциальной формы для переменных токов. Соотношение между токами зависит от скорости изменения поля во времени, частоты поля. Все же в диалектиках подавляющее большинство полного тока является током смещения, а в проводниках – током проводимости. Сумму плотности тока проводимости и плотности тока смещения называют плотностью полного тока или полным током. Ну вот здесь записано в выражении и полный ток со значком вектор плотности тока равно и без индекса – это ток проводимости плюс ДД под ДТ от выражения Д под смещение на 4П. Это Д-индукция. То есть вот эта часть производная – это ток смещения. Для полного тока всегда выполняются первые законы Киргова в дифференциальном форме. Для доказательства в формуле для переменных дивергенция И равно ДРО под ДТ заменим объемную плотность РО на дивергенцию Д длён на 4П. Вектор индукции. В результате получим выражение, что дивергенция И будет равно ДД под ДТ и дивергенция Д по Д на 4П. Изменим местами. Изменим местами. Местами в правой части этого уравнения знак происходимости дивергенция дифференцируем во времени ДД по ДТ и перенесем затем в правую часть, в левую часть, затем заменим сумму расходимости, расходимостью суммы векторов найдем. То есть дивергенция И будет равна, дивергенция И плюс дивергенция Д по ДТ угрожения Д на 4П вектор индукции. Это равно нулю. Тогда дивергенция И будет равна ДД по ДТ Д на 4П равна дивергенция И и это суммарная величина плотности тока, полный ток. Вот, равно нулю. Последняя формула выражает полный, первый закон Киргофа в дифференциальную форму для переменных токов. Как видно, перемены электромагнитного поля в векторной линии полного тока замкнуты, следовательно, поле от полного тока является соминоидальным. В системе Си уравнение 4 имеет вид дивергенция И и плюс ДД по ДТ равно нулю. Сокращение, соотношение между токами проводимости и стоками смещения в гармоническом поле будет равно Е нулевое синус омега Т, где Е нулевое – это амплитуда тока напряженности. Вот, омега равна 2π на ν, где ν – это круговая частота. А ν – частота колебания в герцах. То есть, здесь круговая частота омега, а ν – это частота линейная, частота колебаний в герцах. То, что мы сталкиваемся в своей жизни часто. Запишем соответствующие значения плотности токопроводимости и смещения для гармонического поля. Здесь плотность токопроводимости Е равно гамма на Е. Это уже известная формула. Это формула закона Ома, дифференциальной формы. Вот равно гамма Е нулевое синус омега Т. То есть, понимается, что Е меняется по закону синус омега Т, синус удальному закону. Е нулевое – амплитудное значение тока. А в итоге смещения будут равны Д по ДТ, Д на 4П, или можно вынести 4П, вынести по знаку интегрирования тогда, а Д расписать через Эпсилон умноженное на напряженность поля. То есть, Эпсилон – електрическая половина самая. Тогда получается, что Эпсилон и 4П выходят из по знаку дифференцирования. Мы получили ДЕ по ДТ, то есть скорость изменения напряженности электрического поля. Тогда будет… Если возьмем мы… Теперь запишем… Можно записать в следующем образе. Через косинусоиду. Е омега 4П Это… Это взял производную, производную от Е, от косинусоидальной функции Е нулевое синус омега Т взял производную, тогда получается косинус Е омега 4П деленное на 4П Е нулевое на косинус омега Т. Из этих выражений видно, что ток смещения обережает ток проводимости по фазе на 4П. Обратите внимание, что здесь вот верхняя формула пятого выражения. Пятое выражение – синус, а здесь косинус. Отношение плотности тока проводимости к плотности тока смещения равно и смещение будет равно 2гамма Эпсилон на ню. Где гамма – это проводимость, Эпсилон – это что? Эпсилон – это электрическая потенциальность. А ню частота, частота, линейная частота. В металлах, где электропроводность велика, даже на самых высоких радиочастотах ток смещения очень мал по сравнению с током проводимости. В полупроводниках, к которым относятся и сухие горные обороны, электропроводность незначительна, и оба тока малы при обычном значении их напряженности. В диэлектриках, которые являются изоляторами, ток проводимость отсутствует, но присутствует только ток смещения. Ток смещения. Система уравнений переменно электромагнитного поля и граничного условия. Рассмотрение системы уравнений начнем с двух уравнений Максвелла. Первое уравнение является обобщением закона Биосавара в случае переменного тока. Для постоянного тока этот закон в дифференциальной форме имеет вид ротор h на 4π и на c. Обобщение было сделано Максвеллом на основе предположения, что ток смещения создает магнитное поле наравне с током проводимости. Это означает, что магнитные силовые линии охватывают не только провода с током, но и переменно электромагнитное поле конденсатора. Предположение о магнитном поле тока смещения полностью подтверждается в дальнейшем. Ток смещения на практике определяется по магнитному полю, поскольку тепловой эффект Джоуля-Ленса он не создает и по нему не определяется. не определяется. Первое уродение Максвелла. Определим циркуляцию магнитного поля, созданного переменным полным током, протекающим через контур, то есть, который проходит через произвольную поверхность, опирающуюся на замкнутый контур. Для стационарного поля такая циркуляция выражается законом биосавара в интегральной форме, который еще называют законом полного тока. То есть, ты крал по замкнутому контуру H по ДЛ по напряженности магнитного поля H, то оно 4П деленное на С на И, где 4П это постоянное, С тоже скорость света. И ток, проходящий через контур, через любую поверхность, которая опирается над контур. Считаем, что и это полный ток, состоящий из токопроводимости и токосмещения. Выразим его через поток вектор плотности полного тока. И будет равно интеграл по поверхности, по поверхности, и полный ток плюс ДД по ДТ, значит, ДД по ДТ, Д индукция по нормальному, по нормальному к поверхности, то есть, к сечению этого, не к сечению, а к плоскости, которая охватывает этот контур, ДС. В ДС поверхность опирается на контур, ограничена на контур. Вот. И ДН нормальная и ДН нормальная поверхность составляющей плотности токопроводимости и электрической индукции соответственно. Тогда закон Биосовара для полного переменного времени тока в интегральном форме выразится следующим образом. Интеграл по замкнутому контуру от вектор напряженности магнитного поля, протекающего, ток протекает по этому контуру. Будет равно 4 Пи деледы на С, интеграл по поверхности С, вот, ИН это ток проводимости нормальной составляющей, плюс ДТ по ДН на 4 Пи. ДТ, что это индукция, а индукция нормальная составляющая. ПДС. 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 в системе С, в системе С, записываем в системе С, а в системе С, она имеет вид. Интеграл по замкнутому контуру H по ДН будет равна, интеграл по поверхности С, и НДДД по ДТ, ДС. Преобразуем левую часть уравнения по формуле стокса. Найдем, что левая часть будет равна, интеграл по поверхности С, вот, от ротора, от вектора магнитного поля ДС, но ротор составляющая по нормали этой поверхности. И будет равна 4ПС, интеграл по замкнутому контуру, то есть, интеграл по поверхности ИН плюс ДТ под Т, ДН на 4ПДС. Уравнение, последнее, девятое уравнение, справедливо для любого замкнутого контура, в том числе для элементарного, который ограничивает площадку ДС, и любой поверхности, опирающейся на контуру. Ротор Н, то есть, это составляющая по нормали вектора магнитного поля, будет равен 4П на С, в скобках, и Н, это плотность тока по нормали, плюс ДТ по ДН, ДН. Поскольку составляющие векторов в левой и правой частях данного уравнения одинаково направлены вдоль одной и той же нормальной поверхности, то равны должны быть сами векторы. Ротор Н, умноженное выражение И, ток проводимости, плюс ДД по ДТ, это индукции, это ток смещения. Уравнение последнее является первым уравнением Аксвелла в дифференциальном форме. Оно выражает собой обобщение дифференциальной форме закона Биосавара, закона полного тока для переменных токов. В системе С первого уравнения Максвелла имеет вид ротор H будет равен И плюс ДД по ДТ. То бишь, то есть, ротор это векторная величина, то есть, выражение от вектора магнитной напряженности равно током смещения плюс ДД по ДТ. То есть, что такое ДД по ДТ? Это скорость изменения магнитной индукции во времени. Определяя дивергенции от обоих частей уравнения, и учитывая, что расхождение вихря равно нулю. Снова перейдем к первому закону Киргофа для переменных токов, который подтверждает, что полный переменный ток всегда непрерывный. Если смысл первого уравнения Максвелла в дифференциальной форме заключается в следующем. Вихрь магнитного поля в любой точке обусловлены наличием в этой точке как тока проводимости, так и тока смещения. Таким образом, непрерывность полного тока и наличие магнитного поля обусловленного током смещения взаимосвязаны. Только при выполнении обоих условий возможна непротиворечивая запись первого закона Киргофа и законом Биасавара для переменных токов. Уравнение 10 выражает положение о том, что магнитное поле создаётся не только движущимися зарядами, но и переменным во времени электрическим полем. Второе уравнение Максбелла является обобщённым законом индукции Фарадея. Согласно этому закону электрическую сила Эпсилон индукции возникающая в контуре равна изменению потока магнитной индукции Ф через контур за единицу времени и взятым с обратным знаком. Эпсилон индукции будет равна минус единице на С умноженное на ДФ квадете. Фарадей в электротрывшей силе видел лишь что она равна произведению тока на сопротивление контурам. Для него главным в опыте было появление тока в контуре. Для Максвелла напротив, главным было не ток, а электротрывшая сила индукции, которая по его убеждению возникает в любом в мысльно построенном контуре, расположенном переменном магнитном поле. Максвелл связывал электротрывающую силу с возникновением вихревого электрического поля, переменного времени магнитного поля. Силовые линии вихревого электрического вещества охватывает переменный поток вектора магнитной индукции. В соответствии с таким пониманием закона, формула 11, электродвижущую силу заменяет циркуляция вихревого электрического поля по контуру, а магнитный поток поверхностным интегралом составляющим магнитной индукцией по нормальной в любой поверхности S, которая опирается на контур L, ограниченный или ограниченный контур. Приходим запись второго закона Максвелла в интегральной форме. Интеграл по замкнутому контуру от вектор магнитной индукции DL будет равен единице на c, dd по dt, bn ds, где bn это вектор магнитной индукции, n со значком нормальная составляющая. Уравнение последнее выражает собой закон индукции Фарадея, записанный в системе СГС. Второе уравнение Максвелла в интегральной форме будет иметь вид интеграл по вектор электрической напряженности будет равен минус dd по dt от интеграла по поверхности bn ds превратим в 12 левую часть по формуле стокса в правой части изменим местами дифференцирование по времени с поверхностным интегрированием. Получим что интеграл по поверхности от ротора от вектора электрического поля ds будет равен 1 на c интеграл по поверхности db n ds Это равенство справедливо для произвольных по форме и размеров поверхности, которая опирается на замкнутые контуры. Это возможно только при условии равных поляинтегральных выражений правой и левой части данного соотношения. поэтому появляется здесь проекция вектора индукции db n n Тогда ротор e вектора напряженности электрического поля по ротор по нормали будет равен единице на c db n dt справедливость равенства последнего в случае произвольной ориентации нормальной возможно только тогда когда имеет место равенства самих векторов а именно ротор e будет равен c db 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 из уравнения последнего следует взаимная перпендикулярность векторов вот векторов это векторов каких векторов это вектора вектора b и e напряженности вот напряженности вот вот с этим уравнением добавляется то есть к этим уравнением добавляется следующее выражение которое определяет источник индукции то есть дивергенция d это дивергенция d электрической индукции равна 4p rho 4p в том случае когда мы говорим о том что точка в которой мы рассматриваем дивергенцию вектора электрической индукции раздалит источник ро это плотность зарядов это источник а вот дивергенция d будет равна нулю так как магнитное поле не имеет источников так как силовые линии всегда на себя замкнуты вот то есть первое уравнение если мы говорим о уравнении зарядах то второе уравнение следует за то что магнитное поле замкнуто само на себя уравнение уравнение первое уравнение пятнадцатого уравнения в системе Си запишется в виде в виде уравнения вот дивергенция d равна ρ вот а вот второе уравнение дивергенция b останется постоянно не изменяется в результате имеем систему уравнений которые описывают макроскопические электромагнитные поля в любой среде поскольку параметры характеризующие саму среду не входят в уравнение это всем уравнением максвелла дополняется уравнение выражающим обобщенный закон ома дифференциального фонда то есть закон ома это о чем он говорит и равно плотность тока плотность тока будет равна произведению проводимости среды на сумму напряженности это напряженности связанные с токами проводимости плюс напряженность связанных с токами смещения вот и уравнение этого еще добавляются сюда следующее два уравнения что d электрическая индукция будет равна ε напряженность вот вектор напряженности а b Работа равна мю на h. Здесь все до векторной величины. D, E и B, h – это векторной величины А. Эпсилон и мю – электрической магнитной проницаемости. В системе С данное уравнение имеет вид. Ну и здесь что появилось? Что D, индукция, будет равна Эпсилон и Эпсилон на е. Где Эпсилон и Эпсилон на е – это что? Эпсилон на е – это электрическая проницаемость вакуума, а Эпсилон – это электрическая проницаемость относительная. И здесь то же самое, что мю равно мю нулевое, B равно мю нулевое на h. B и h – это векторная величина, а мю – магнитной проницаемость. Мю нулевое для вакуума – это будет равно 4π на 10 минус 7 степени генри на метр. А диэпсилон на епсилон на е – это равно 10 минус 9 степень делено на 36π фарада на метр. С помощью этих соотношений из уравнения Максвелла выделяются вектор проводимости и вектор индукции электрической и индукции ДЭМ и магнитной индукции. И вводятся в них параметры среды гамма, Эпсилон и Кэпсилон на е. И напряженность сторонних сил Е – сторонние, как величины, которые известны. После этого уравнения остается два неизвестных вектора Е и А, что есть вектор электрического напряженности электрического поля и напряженности магнитного поля. А также плотность заряда в ρ, как заданная величина. Граничные условия в электромагнитных полях переменных токов такие же, как и в стационарных полях. То есть здесь мы показываем, что Ер1 минус Ер2 смотрено ДЭПСилон по ДР2. И здесь же ДН1 минус Ер2 на 4 при 7. И то же самое для магнитного поля. В системе СИ запись граничных условий будет выглядеть следующим образом. Ер1 минус Ер2 равно минус ДЕЭПСилон 2,1 на ДТ. ДНН1 минус ДН2 равно СИГМА. Или же ДТ1 минус ДТ2 равно ЖНН. И БН2 минус БН1 равно 0. То есть все эти индексы, которые показывают нормальные интервенциальные составляющие или R составляющие для проводимости, для напряженности электрического магнитного поля и индукции. Для переменной электромагнитных полей первый закон Киргофа на границе раздела между средами выливается в условии непрерывности нормальной составляющей плотности полного тока. И в разных системах записывается. Ну здесь в общем-то СИ можно, я зачитаю СИ, будет равно ИНН плюс ДНН, то ДПДТ ДНН, вот первой среды, вот, будет равно ИНН второй среды плюс ДДПДНН. Ну здесь что, показывается, что сумма, сумма плотности токов, нормальное значение плотности токов смещения и проводимости в первой среде должно быть равно сумме плотности токов смещения и проводимости в второй среде. Все говорится, это все о нормальных составляющих. Вот. Телеграфное уравнение. Телеграфное уравнение для напряженности электромагнитного поля. Анализ уравнений свидетельствует о том, что электромагнитное поле располагается в виде, устраняется в виде волны. Так, из первого уравнений следует, что переменное электромагнитное поле вызывает появление магнитного поля и последнее, в соответствии с вторым законам, вновь возбуждать электрическое поле. Таким образом, процесс взаимного возбуждения поля распространяется в пространстве формы волны. Волна может быть связана с контуром тока, например, волна распространяется вдоль провода. Или отделенной от него, то есть такой, который распространяется в окружающем пространстве. В связи с сосказанным, уравнение Максвелла следует рассматривать как волновые рассмотры, записанные в необычной форме. Из них можно получить обычное волновое уравнение второго порядка, которое для некоторых случаев легко решать, выполняя исследование. Дело все в том, что вот это обусловленное электрическое магнитное поле, связанное с электрическим магнитным полей переменного поля, оно используется в методах геофизики, таких как индиционный метод коротажа, как электрические методы коротажа. Также при опробовании стенок горных выработок, изучении определения электрической преимущественности и проводимости стенок горных выработок, ну и в принципе любых сред, материальных сред. Получим обычное волновое уравнение для однородной задробности среды. Предположим, что плотность зарядов РО равна нулю. В связи с этим будут выполняться условия дивергенция Е равна дивергенции H, векторов Е и H будет равно нулю. Вычтем ротор от левой и правой частей второго уравнения Максвелла. Ротор от ротора Е будет равно ротор от выражения минус единица на С ДППДД. На левой части уравнения мы знаем, что ротор от ротора Е это будет градиент дивергенции Е минус дельта Е. Где дельта это что, лоплоща А. Тогда раз дивергенция Е равна нулю, тогда ротор от ротора Е минус лоплоща А Е. Учтя независимость пространства на дифференцировании и дифференцирование по времени, правую часть уравнения можно записать, что ротор от минус единицы на С ДППДД будет равно вынести из-под знака дифференцирования ротации, вынести постоянную единицу на С, тогда получается единица на С ДД по ДТ от ротора Б плюс квадратный сколько градиент от единицы на С умножено ДБ по ДТ. В данном соотношении вместо выражения получим правую часть уравнения 10 впереди второго уравнения, тогда это выражение получится, вот что получилось, что ротор единицы на С, единица на С ДБ по ДТ будет равна мю на С, ДД по ДТ, для магнитного поля 4П на С, и плотность тока плюс ДД по ДТ, ДД в индукции на 4П. Учитывая законного дифференциального формы для токовпроводимости и уравнения материальной связи, в котором мы говорили о том, что вот как раз Б равна епсилон нулевое на епсилон, епсилон умноженное на напряженность поля, и Б равно мю на мю нулевое на напряженность магнитного поля, мы получим выражение выражения. То есть ротация от выражения минус единицы на СДБ по ДТ будет равна единица минус 4П гамма на мю С квадрат, ДЕ по ДТ, минус епсилон на мю на С квадрат, Д квадрат Е по ДТ. Заменив выражение 22 его левую часть, выражением 23 в правой части, получим следующее дифференциальное уравнение. 25-го формула, дельта Е, лобосиан, вектор электрического поля будет равен 4П гамма на мю С квадрат ДЕ по ДТ, минус епсилон на мю, деленное на С квадрат, Д квадрат Е ДТ в квадрате, равно нулю. Налогичное уравнение можно получить для напряженности магнитного поля, применив операцию вычисления ротора от первого уравнения Максвелла и выполнив замены и преобразование, аналогичное преобразование 23-го и 24-го, которое учитывает уравнение материальной связи и второе уравнение Максвелла. Ну вот уравнение, это лобосиан напряженности магнитного поля будет равен, то есть минус лобосиан напряженности магнитного поля, минус 4П гамма на мю на С квадрат ДЕ по ДТ, минус епсилон на мю, с квадрат Д2H по ДТ2, равно нулю. Миротронной системе С данное уравнение имеет следующий вид. Лобосиан дельта Е будет равен, минус гамма на мю на мю нулевое ДЕ по ДТ, минус епсилон на епсилон на мю нулевое, мю на мю нулевое ДЕ2Е по ДТ на нулю. Или же лобосиан напряженности магнитного поля равен гамма на мю на мю нулевое ДЕ по ДТ минус епсилон на мю на нулевое ДЕ2Е по ДТ дважды, равно нулевое. В последних членах уравнений, последних членов уравнений представлены собой вторые частные производные напряженности электрического и магнитного поля по соответствующим координатам. Вторые члены, содержащие первую производную напряженность по времени, характеризуют процессы поглощения энергии электромагнитного поля. А остальные части во второй временной производной напряженность отражают волновые процессы, процессы излучения энергии. Дифференциальные уравнения в частных производных, последние называются телеграфными уравнениями, такими уравнениями описываются электромагнитные сигналы, которые распространяются вдоль телеграфной линии во время работы телеграфиста. Электромагнитный полер, встраняясь в проводнике или полупроводнике, поглощается в связи с тем, что его энергия превращается в тепло. В процессе распространения волны в диэлектрике индукционный ток не возникает и поглощение энергии не наблюдается. Это отражается в самых телеграфных уравнениях. Как отмечалось выше, процессы поглощения в этих уравнениях выражены членом первой производной напряженности по времени, в котором в виде множителя фигурирует проводимость, электропроводность. В диэлектрике электропроводность равна нулю, а следовательно этот член из уравнений исчезает. В переменных электромагнитных полях можно выделить два предельных случая. Первый случай, когда процессы излучения энергии, волновые процессы, значительно меньше, чем процессы ее поглощения. Физическая сущность этого явления стоит в том, что в таких полях токи проводимости значительно преобладают током смещения. Такие поля называют квазистационарными. С математической точки зрения эти выражения, приближение к телеграфным уравнениям, представляются со второй производной по времени. В связи с этим квазистационарные поля описываются уравнениями. И вот как раз здесь появляется в системе Си, это лаплосиан напряженности электрического поля будет минус гамма, проводимость, мюн на минулевое, ДЕ под ДТ равно нулю. Последнее уравнение называется уравнением теплопроводности или диффузии, поскольку уравнениями такого типа описываются процессы распространения тепла в процессе диффузии. Второй определенный случай в переменных электромагнитных полях состоит в том, что волновые процессы, процессы излучения значительно преобладают над процессом поглощения энергии. Токи смещения значительно преобладают в токопроводимости. Например, в диэлектрике, как отмечалось выше, в процессе поглощения энергии отсутствуют. Математически это выражается в пренебрежении в телеграфных уравнениях к членам первопроизводной по времени. Взади чего телеграфные уравнения приобретают вид. В системе Си это лабусиан напряженность электрического поля будет минус 4 эпсилон эпсилон нулевое минус минулевое д2Е по дТ равно нулю. И для магнитного поля лабусиан напряженность магнитного поля минус эпсилон нулевое минус минулевое д2Е по дТ равно нулю. Это уравнение называется волновыми. Аналогичное название имеет электромагнитные поля, которые они описывают. Контрольный вопрос. Что такое ток смещения и полный ток? Как выражается первый закон Киргофа дифференциальной формы для переменного поля? Первое уравнение Максвелла – ее физическая сущность. Второе уравнение Максвелла – ее физическая сущность. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитных полей – дифференциальная интегральная форма записи. Какие граничные условия для вектора напряженности поля? То есть принимается для вектора напряженности магнитного поля в вектора напряженности электрического поля. Ну, следующее. Получите телеграфное уравнение напряженности магнитного поля. Для предельных случаев. Для проводящей среды и для высокой диэлектрической поля. Для диэлектрической поля – диэлектрика. Получите телеграфное уравнение для напряженности электрического поля. То же самое для проводящей среды и для диэлектрика. Использованная литература. Это Була Шуман. Основы электронного анализа. Теория поля учебной пособия. Тиев. 98-й год. Ландау. Лившисть. Теория поля. 67-го. Ландау. Лившисть. Теория поля. 88-го года. Еще очень хорошая литература – это Баскаков. Основы электродинамики. Учебные пособия. Также очень хорошая книга. Это Сергей Рыбов. Теория потенциала разведки. Монетно-разведки. Учебник. Который рассмотрен еще эти задачи. Лекция закончила. Благодарю за внимание. Спасибо.